Улис Нордан подает модель Бласт как настоящий прорыв. Провали компании? Разберем в этом ролике. Технология стелс вывела на новый уровень боевую авиацию. А использование кремния в часах – часовое дело. Улис Нордан объединила две эти технологии в своей новой модели. Сложно сказать, является ли Бласт абсолютной новинкой в коллекции Улис Нордан или продолжением прежних линий. С одной стороны, здесь очень много общего с коллекцией Экзекьютив. Посмотрите, вот Скелетон Турбион, модель 2018 года. Вот прошлогодний Скелетон Икс. Компоновка механизма, прямоугольник традиционный для коллекции Экзекьютив. С другой стороны, вы видели подобный корпус? Хорошо, не у Улис Нордан вообще, хоть у кого-либо. Компании говорят, что при его создании вдохновлялись очертаниями самолетной невидимки. Именно от него пришли ломанные прямые плоскости. И как плоскости делают невидимым для радаров стелс-бомбардировщик, в Бласт они отвлекают внимание от главных элементов часов, которые мы подробно разберем в нашем ролике. Наш обзор предлагаю начать с самого заметного. С большой буквы Х на циферблате. Если вы подумали, что это просто декоративный элемент, вы сильно ошиблись. Попробуйте ответить на вопрос, сколько здесь циферблатов? Один или четыре? Считаем. Внешнее кольцо с метками, традиционный для Экзекьютив прямоугольник, Х темное, Х светлое. И ладно бы эти четыре слоя были плоскими. Присмотритесь. Прямоугольник и иксы имеют особую форму. Они как бы сточены ближе к кранту. Зачем? Во-первых, это красиво. Если откинуть прямоугольник, который пришел из Экзекьютив, получим почти спортивные часы. Прямые динамичные линии, как будто излучающие энергию, аккуратнейше залиты в метки и стрелки светонакопитель. Весь дизайн часов построен на ровных плоскостях, как самолет Стелс. Взгляните на плечики у заводной головки на крепление ремешка. Оно сохранило традиционный для Экзекьютив трехкомпонентный характер, но стало реально стелсовым. Иначе смотрится даже прямоугольник. На нем разместилось лого бренда, но не стало разметки. Она превратилась в метки по контуру. Чего мы не видим в этих часах? Не видим мы здесь мостов. Традиционно самого заметного элемента любого скелетона. Действительно, мы видим прекрасно отполированные колеса, рычаги, но не видим привычных элементов платины, которые обычно служат главным украшением скелетонов. Разгадка в том, что Бласт это интегрированные часы. Здесь механизм и элементы декора слились воедино. Буква Х, прямоугольник, который мы приняли заслоить с ферблатом, это и есть мосты. Здесь они несут и функциональную, и эстетическую нагрузку. В итоге часы выглядят как почти бесконечный набор слоев, уносящий внимание куда-то вовнутрь, в глубину. В пресс-релизе много раз повторяют, что на циферблате две буквы Х. На самом деле их здесь три. Потому что третья на каретке турбийона. Хотя некоторые говорят, что она напоминает паучка-водомерку на дрожащей глади воды. Интересно, какая ассоциация возникнет у вас? У Леснардас была первой компанией, которая начала использовать в часах кремний. В новинке из кремния сделаны сразу три детали. Вы заметили малиновый отлив и необычную форму спускового колеса? Да, это кремний. Из него же сделано колесо баланса и волосок. И если кремниевые детали спуска становятся все более распространенными, то инновационный волосок выпускает всего несколько компаний в мире. Кремниевые детали делают часы невосприимчивыми к магнитным полям. Дают и больший запас хода, и увеличение межсервисного интервала. Кстати, у Леснардан дает на свои часы пять лет гарантии. В калибре UN172 компания сумела совместить эстетику и функциональность. Каретка турбийона совершает оборот за привычную минуту. Баланс работает с частотой 2,5 Гц. 18 тысяч полуколебаний. Наслаждаться танцем паучка-водомерки можно бесконечно. Считается, что скелетон и автоподзавод почти несовместимы. У Леснардан нашли решение. Попробуйте назвать пяток модели, где скелетон сочетается с автоподзаводом. Сложновато? Неудивительно. При всей красоте у скелетонов есть большой минус. Сквозь скелетонизированные мосты становятся видны и волосы на запястье, и сектор автоподзавода на дальнем плане. А еще чаще всю картину ломает механизм автоподзавода. Эффектно решить проблему специалистам у Леснардан позволило использование микроротора. Здесь он расположен вверху циферблата, на 12 часах, со стороны циферблата. Симметрично расположенный парящий турбион и микросектор одновременно сохраняют полупрозрачность многоярусной конструкции и практически перекрывают запястья, концентрируя внимание на элементах механизма. Под сектором мы видим надпись «Силициум технологи» и координаты мануфактуры у Леснардан, на которой собраны часы. Работа автоподзавода выглядит очень необычно. Сектор выполнен из платины и приходит в движение от малейшего шевеления руки. При этом эффективность поражает. Чтобы часы запасли энергию на сутки работы, сектор должен сделать всего 12 оборотов. Попили кофе и готово. А для полного завода требуется 60 оборотов. Говорю для полного, потому что запас хода нового калибра трое суток. Компания говорит, что калибр UN-172 это сильно переработанный UN-171, что стоял в турбион-скелетоне. Наверное, что-то общее в них есть, но что общее, лично я не разглядел. Может у вас получится. Мне UN-172 понравился. 18 месяцев, которые компания потратила на его создание, она потратила не зря. Если мосты не видны спереди, наверняка они сзади. Проверим. Перевернем часы и увидим. Да опять ничего не увидим. Точнее не увидим привычных мостов. Опять прямоугольник и буква X. Они тоже часть механизма и служат опорой для всех элементов будущих часов. Интеграция функциональности и дизайна. И пусть с обратной стороны не виден микросектор и работа турбиона, зато конструкция получилась исключительно интересной. Компания позиционирует Blast чуть ли не как турбион на каждый день. И знаете, что я скажу по этому поводу? Пожалуй, соглашусь. Часы получились исключительно приятными и комфортными. Корпус вроде и большой, 45 мм в диаметре, но тонкий, 11 мм в высоту. И если традиционные часы подобного характера чаще всего имеют очень приличный вес и толщину, то Blast очень комфортно на руке. В этом заслуга как конструктивных решений механизма, которые позволили сделать часы тонкими, так и материалов. Основной из них титан. Он может иметь различные покрытия, расцветку и комбинироваться с другими материалами, керамикой или золотом. Корпус представляет собой сложный сэндвич из четырех частей. В производстве отдельно изготавливают рант, верхнюю часть, центральное кольцо и заднюю крышку. Каждый из этих элементов может нести свою обработку. В итоге кажется, что на мануфактуре с точностью до грамма верно рассчитали вес часов. Надеть их на руку – реальное удовольствие. Отдельными фишками коллекции Blast стала коллекция ремешков и новая застежка. Новинка вроде бы продолжает линию экзекьютив, но кардинально отличается корпусом. Главным элементом, который определяет стиль часов, стало крепление ремешка. Оно имеет особую геометрическую форму, напоминающую острые крылья самолета-невидимки. Ассоциации усиливаются благодаря сочетанию разных типов отделки, сатинирования и полировки. От предшественниц новинка унаследовала ремешок с тройным креплением для максимально комфортной фиксации на руке. Но изменилась и внешняя форма крепления, и сама система крепления. Моделям предлагаются три варианта ремешка на выбор. Фактурный каучук, кожа и бархатистый с различными вариантами исполнения. Идею стелс-дизайна на элементах корпуса поддерживает застежка. Здесь она полностью новая. Если в большинстве бабочек каждый из половинок отстегивается по отдельности, то у Бластов, благодаря запатентованной системе из трех элементов, которые работают синхронно, застежка открывается легко и быстро. В первой поставке Бласт было четыре цветовых вариации корпуса. Однако, судя по структуре корпуса, вариантов может быть гораздо больше. Сказав про цветовые комбинации, я на самом деле допустил ошибку. Потому что в моделях использованы не просто разные цвета, а еще и разные материалы, которые отражают разные стихии. Белая модель. Лед. Цветовая палитра, навеяна льдами Антарктики. Белая керамика, металлизированный серый и глубокий синий титан. И как лед, просвечивающий насквозь механизм. Меткие стрелки покрыты синей суперлюминого. Обратите внимание, мы не видим здесь традиционных красных рубинов. Цвет камней механизма был подобран так, чтобы они смотрелись будто снежинки. Противоположность льда, огонь, отражает модель из розового золота. Точнее, просто из золота здесь сделана только средняя часть корпуса. Рант, керамика. Внутренние элементы имеют черное напыление DLC. Золото мы видим и в деталях механизма, стрелках и на логотипе. Черную модель в компании тоже назвали огненной. Хотя мне кажется, она ближе к сочетанию земли и огня. Обычно у Лиснардан не балуют нас обилием цветов, но для Бласт сделали исключение. Здесь даже колесо баланса отливает красным. Вместе с красной Икс вид получается захватывающий. Основной материал титан. Рант выполнен из керамики. Нам на съемку часы достались с шикарным по комфорту каучуковым ремешком. И четвертая модель Айсберг. Переливающий холодным серым и синими оттенками. На нее вы, наверное, уже насмотрелись. Лично у меня к создателям глаз только один вопрос. Почему коллекцию начали именно с Турбийона? На руке новый корпус смотрится просто шикарно. Это действительно хай-тек и с точки зрения дизайна, и с точки зрения технологий. Возможно, Турбийоны это просто тест на восприятие новинки покупателями. А позже в стелс-дизайн будет переведена вся коллекция экзекьютив. Уж больно они похожи. И больно шикарно выглядит Бласт. Станет ли новинка прорывом? Угадать сложно, но очень может быть. В последние годы Улисс Нордан явно двигается в сторону более современных по дизайну моделей. Пласт это многокомпонентный, мгновенно узнаваемый корпус, интереснейший механизм и прекрасные по комфорту ремешки. Цена Турбийона в 44 тысячи франков тоже вполне укладывается в рынок. В своей презентации компания указала несколько моделей потенциальных конкурентов. Я не буду приводить здесь их названия. Пожалуйста, напишите вы, какие модели на ваш взгляд похожи на новинку от Улисс Нордан. И подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы увидеть еще больше интересного. Из мира красивых вещей и сложных механизмов. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok